И так, друзья, я не прощаюсь с вами, не прощалась с вами. Мы с вами сделали только что вот такое вот украшение. Но хотела обратить внимание всем, кто смотрит это видео в первый раз. Мы делаем варианты шамбалы. Если вы не умеете делать это вот такое прекрасное украшение, я вас приглашаю посмотреть специальное видео по изготовлению его классического браслета шамбалы. А сейчас я рассказываю о том, что эта техника может быть использована и с другим материалом. И посмотреть, как это можно сделать уже, использовать другие материалы, изготовив вот такое вот интересное украшение. Сегодня, видите, я сейчас приготовила белый шнурок и такие вот симпатичные бусинки. Ну, как вы видите, у меня бусинки вот немножко разные. И здесь будет своя интересная фишка. Скажите, ну вот только что был урок, чем он отличается. А отличается, потому что первый раз, когда я вам рассказывала в начале нашего урока вообще о шамбале, вообще об этом украшении, у нас была маленькая такая ремарочка. Помните, я говорила вам о бусине, которая называется улыбка Будды. И где она ставится, вот я вам сейчас и на этом уроке покажу. Ну, для начала, конечно, мы должны с вами поделить вот этот шнурок. Здесь шнурка 2,5 метра. Ну, я подобрала его под цвет наших вот бусинок, поэтому я вам очень быстро покажу, расскажу. Конечно, это где-то сантиметров 50 мы оставляем для того, чтобы мы сделали замок. Отрезаем сразу. Вот, 45 сантиметров 40 мы оставляем для того, чтобы привязать основу для нашего браслета. Я отрезаю. А остальное у нас будет для работы и оплетения всего нашего, вот нашего всего браслета. Вот такой вот шнурочек где-то остается нам для оплетения. Итак, друзья, мы начинаем. Привязываем на один гвоздик основу. Вот, мы берем, нанизываем бусинки. Ну, потом привяжем на вторую часть, но сначала нам нужно нанизать бусины. Вот эти две бусинки я и вот тайную нашу бусину я оставляю отдельно, это нам потом пригодится. Ну, а сейчас посмотрите, распределив между, вот, вот где-то в таком плане, если вас, ну, у меня, допустим, мне нравится, меня устраивает вот такая вот, такой набор бусинок, и мы набираем. Напоминаю, чтобы у нас была комфортная наша работа, проделайте, пожалуйста, то же самое со своим шнуром, либо опустите его в лак, клей. Так, и попытаемся сейчас нанизать. Угу, еще лучше. Надо прогреть и ее сделать более сговорчивой. Да, что-то не хочет идти, но у нас есть надежный момент, мы можем иголочкой протолкнуть. Итак, набираем весь набор наших всех бусинок, в середину у нас должен быть акцент. Обычно для таких вот украшений берут, как я уже говорила, настоящих украшений, то берут только натуральные камни. Ну, а мы с вами создаем различные интересные такие варианты, чтобы можно было носить их и с другой целью, просто как украшение, как аксессуар. Вот, я, снова у нас маленькое недоразумение. Так, будем искать длинную иглу, подлиннее и проталкивать нашу несговорчивую ниточку. Не хочет. Нагреем еще раз. Вот так бывает, что что-то внутри самой бусинки что-то не дает, поэтому, конечно, сначала нужно перепроверить. А я доверилась одним проверкой одного, но вроде бы все в порядке, все нормально. Здесь есть несколько какие-то заусеницы, поэтому попробуем с обратной стороны. Ну, если уже и с обратной стороны не идет, давайте на уголок вот так, наискосок я срежу, снова его прожгу, возможно, этот вариант нам больше подойдет. Вот так, гореть не надо. Ну, что же ты не хочешь протискиваться? Итак, я все-таки добилась и затянула вот шнурочек в бусинку, пришлось мне ее нагревать иглой и протягивать, конечно, сквозь нее шнурочек. Поэтому это очень хлопотно, но тем не менее, все равно я добилась своего и таким образом у нас все в порядке. Вы видите, я подожгла к концу своего жгута или шнура и продолжаем работать тоже в том же стиле. Вот, мы с вами должны сделать три узелочка с одной стороны, три с другой, налево-направо, налево-направо, так и подтягиваем бусинку. Ну, это вы уже знаете, это не сложно, вот, делайте первую вот так налево, не сильно притягивайте, а потом направо. А то, что направо, вы притягиваете посильнее. И таким образом все бусинки проходите. Итак, вот видите, я закончила уже заплетать все бусины, это у вас получается хорошо уже, надеюсь. И вот три узелочка, вот смотрите, с этой стороны и три узелочка у нас с этой стороны. Сейчас, наверное, сейчас наша задача связать, сделать узелочек вот с обратной стороны и надежно закрепить наше вязание. Вот, я его обрезаю. И мы здесь можем либо клеем проклеить, либо, ну, у меня есть лак для ногтей, поэтому можно было и лак, а можно и это. Хотела обратить ваше внимание, если я буду поджигать, видите, вот черные получаются. Поэтому, если, увы, видите, что вашу жгут или будет обжигаться и черным становиться, поэтому лучше, конечно, сделать вот таким вот лаком, пропитать для ногтей. И таким образом у вас будет надежно, или клеем ПВА. Если вы это сделали, тогда берем, снимаем с нашего станочка нашу уже основу. И сейчас приступим к нашему, к нашей второй части нашей работы. Так, снимаем. Все, станочек нам уже не нужен, я его убираю. Так, и с нами, и мы работаем дальше. Вы помните, техника та же самая, но я вам говорила насчет бусины, которая у нас должна быть. Это внутри, это я, как я уже говорила, так надевают бусин, называется улыбка Будды. Поэтому я сделаю вот такой вот, у меня есть бусинка, и она дополнит нашу работу и будет являться серединой нашего замка. Что же мы делаем дальше? Держите в руках вот эти два наших хвостика, и мы берем, конечно, шнур, который у нас с вами приготовлен был заранее. Тот кусочек, который мы 50 сантиметров отрезали. И вот таким образом сравняв края. Так, не сравнивать. Так, сейчас поровняйте краешки. Вот, мы с вами начнем с первого узелочка. Попробую положить его так, чтобы он не выдергивался так вот, этот хвостик. И завязать. Так. И начать плести те же самые узлы, которые мы с вами делали. Налево, не вниз. И направо. И так, три узелочка с одной стороны, три узелочка с другой стороны. И плотно затягиваем. Так. И еще одно движение. И вот так. Что же мы делаем дальше? Конечно, мы подвигаем вот эту бусинку. И точно такой же техник, как мы с вами обкручивали, делаем еще одно движение. И у нас вот эта бусинка получается как бы внутри. Вот. Тоже здесь сильно не затягиваем. А вот сейчас, когда будем направо перебрасывать шнурочек, вот тогда и затянем. И снова три узелка мы делаем уже на эту сторону. Налево. И направо. Налево. И направо. Так. Сравниваем. Все ли у нас одинаково. Все получается у нас. Так. Если мы подтянем наши концы нашего браслета. Вот. Вот такой вот объем. Померяем сейчас сантиметром. Ну, где-то. Получается. Восемь. Ну, можно пару еще добавить. Но мы не будем нарушать нашу вот нашу уже симметрию. Поэтому будет достаточно, если у нас будет такого объема браслет. Что мы делаем дальше? Мы связываем, делаем узел внутренней части. крепкий узел и обрезаем лишние хвосты. Как я уже сказала, пропитываем их тем, чем вы рассчитываете. А на края. А на края вам нужно сравнить. Видите, у нас не одинаковые. Пришлось мне здесь немножко было подрезать. Потому что уж больно незаворчиво я показала одна из бусин. Которая у нас застряла в бусинке. Мне пришлось повозиться с ней. Так. И сейчас я делаю узелок. Поэтому не спешите обрезать. Вот. Сначала заделаем узелочек. Сначала сделаем вот такие вот узелки на нашем жгуте. и поставим, зажат, вот так зажмем, такими вот бусинками. А потом уже лишние обрежем. Вот. Чуть-чуть короче. Чтобы у нас была красивая работа, симметричная. И обрезаем хвостик. Так. Ну вот, дорогие мои, вот у нас получился с вами браслет. Вот. Я его сейчас примеряю. Тяжеловато. Неудобно самой застегивать. Ну, ладно. Вот так берете, просто ее притягиваете. И у вас получается вот такой вот вариант шамбалы, который мы с вами сделали только что. И вот такие вот бусинки вы можете вставлять уже в ваши работы. Вот у вас уже есть такой вот образец. Поэтому вы уже смело можете и делать такие вариации. Итак, мои дорогие, это, конечно, еще не все. Потому что у меня для вас еще есть. Поэтому оставайтесь со мной. И мы продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...